Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Наталья. Я рада приветствовать вас на своем канале. Спасибо, что заглянули на мой огонек. А сегодня я хочу поделиться с вами о пользе дегтярного мыла для здоровья. Вот такое вот дегтярное мыло. Целенькое, новенькое, еще не распакованное. И вот такое вот мыло жидкое. Я, правда, таким еще не пользуюсь. А вот этим я еще не пользовалась. Увидела в магазине. Думаю, о, это же очень хороший антисептик. Так что я думаю, что им можно пользоваться. Да, я, по-моему, даже где-то читала, как вот оксалиновой мазью пользуются. Мажут перед выходом на улицу от микробов различных. Вот это дегтярное мыло обладает такими же свойствами. Потому что оно антибактерицидное. И поэтому вот можно им вот этим жидким особенно раз-раз смазать и пошел. Если нет жидкого, пожалуйста, вот этим вспенили и сделали точно такую же процедуру. Так. Ну, я начну, конечно, с предыстории. Моя подруга рассказала мне о том, что она вылечила кожу головы. Как она вылечила кожу головы и чем. У нее был очень сильный зуд. И вылечила она это вот таким вот дегтярным мылом. Я, конечно, тогда все это прослушала. И особо не придала значения, потому что у меня проблем таких не было. А когда появилась проблема, я вспомнила, что нужно вспомнить о дегтярном мыле. Вот так как приходится ходить в парикмахерскую каждые полтора-два месяца. А там девчонки, я обратила внимание, они эти расчески, ножницы обрабатывают буквально так. Попшикают водичкой и все. Поэтому вот эти вот разные, наверное, инфекции и переходят у нас в парикмахерской на наши головы. И вот я стала в интернете поподробнее искать информацию об этом мыле. И вот оказывается, что в дегтярном мыле содержится до 10% дегтя. А остальные 90% это натуральная мыльная основа, растительные масла. И если вам очень важен факт применения натуральной косметики, то вот это мыло, оно именно для вас. Конечно, можно по-разному реагировать на это мыло. Кому-то не нравится этот запах, кому-то не нравится его цвет, оно такого цвета коричневого, темного. Но вот это вот достоинство данного мыла не уменьшает от этого вот, от этих вот недостатков. Достоинство не уменьшается. Ну а запах после применения этого мыла, он очень быстро улетучивается. Только начинает подсыхать кожа, начинает подсыхать волос, все, никакого запаха, ничего. Но зато какие чудесные волосы после мытья вот этим мылом. Я обычно два раза намыливаю. Раз намылила хорошенечко, все смыла. Второй раз намылила. Все, после высыхания волос чудесный, пышненький такой, легкий. Ну я не знаю, мне очень нравится. Это чудесное, чудесное мыло. Ну что еще нужно сказать. Деготь является природным антисептиком. И вот до сих пор, конечно, много-много уже лет, деготь используют в народной медицине и в официальной медицине. Но как я уже знаю, в официальной медицине применяют его для изготовления мази вишневского. Так, ну что еще. Ну и вот это мыло обладает дезинфицирующими и антивактериальными свойствами. Так, а так как декоть это сильнодействующее природное вещество, поэтому в применении этого мыла нужно, конечно, соблюдать меру и помнить о правилах предосторожности. И вот я хочу сейчас разобрать несколько способов применения этого мыла. Ну вот первое разберем. При уходе за кожей лица. Значит, мыло глубоко очищает кожу, подсушивает, обладает ранозаживляющим действием, помогает избавиться от угрей, от черных вот точечек, от воспалений. И деготь, который ходит в состав этого мыла, он способствует быстрому заживлению кожи, восстановлению, быстрому восстановлению кожи. Вот как правильнее сказать. Этим мылом можно не только умываться, можно вот создать пенку, и вот эту пенку мыльную нанести на несколько минут на лицо, и это будет являться естественным пилингом. После вот таких применений кожа, она как-то вот выравнивается, и у нее выравнивается цвет кожи. Это вот что вот при уходе за кожей лица. При уходе за телом. Дегтярное вот мыло, оно позволяет избавиться от высыпаний на спине, на плечах, и поддерживает лечение псориаза. Вот кто лечится от псориаза, обязательно еще нужно пользоваться дегтярным мылом, ну и также других кожных заболеваний. Вот. Ну, дегтярный он, значит, что он у нас. Ну, также мыло рекомендуют использовать по уходу за тяжело больными, лежачими, особенно если у них появляются пролежни. Так как, так же это мыло способствует заживлению трещин на пятках, заживляются ссадины, после ожогов хорошо его применять, после обморожений. Итак, теперь разберем мы уход за волосами. Дегтярным мылом можно мыть волосы и кожу головы. Оно укрепляет волосы, помогает избавиться от перхоти и даже использует его как средство против выпадения волос. Вот. Ну, а теперь хочу разобрать основные правила использования дегтярного мыла и меры предосторожности. Главное в использовании дегтярного мыла – это не переусердствовать. Эффект, конечно, появляется от регулярного и аккуратного использования. Я говорю именно от регулярного и аккуратного. Использовать дегтярное мыло следует, значит, последовательно, регулярно, курсами по несколько недель. Конечно, предварительно, я думаю, что не помешает, если, конечно, что-то серьезное, проконсультироваться с косметологом или дерматологом. Вот. Ну, специфический вот такой резкий запах нравится, конечно, не всем. И поэтому хранить это мыло в ванной комнате в закрытой, нужно, в закрытой мыльнице. Потому что не всем же нравится. Вот. Ну, а вообще, конечно, к этому запаху, если будешь регулярно его использовать, это мыло, то к нему привыкаешь и не реагируешь. Я, допустим, не реагирую, постоянно им пользуюсь. Ну, и что? Ну, запах. Он туда-сюда и выветрился. Так. Теперь, ни в коем случае нельзя умываться там или мыться дегтярным мылом чаще двух раз в день. Вот. А вот рекомендованная чистота применения и использования этого мыла два-три раза в неделю. Ну, и, конечно, после использования дегтярного мыла обязательно нужно увлажнять кожу, ну, любыми средствами, которые, ну, вы выберете. Это уже на ваше усмотрение. Дегтя, конечно, это аллерген. И поэтому рекомендуется начинать использование этого мыла осторожно и постепенно. А вот если при появлении аллергических реакций, таких как зуд, покраснение, то необходимо, значит, прекратить его применение и обратиться к дерматологу. Ну, дегтярное мыло, как и вообще мыло, оно сушит кожу. Поэтому, конечно, его надо применять с осторожностью и вот применять с осторожностью тем обладателям, ну, тем женщинам, там, пусть и мужчинам, у которых тонкие волосы и очень сухая кожа. Вот это вот имейте в виду. Ну, что еще хочу сказать. Вот данная информация, она носит, конечно, информационный характер. Она применима, ну, как профилактика заболеваний. При серьезных ситуациях необходимо обратиться к доктору по профилю болезни. Я вам, конечно, советую, советую попробовать вот это мыло. Я думаю, что вот оно вам понравится в применении и посмотрите, какое оно будет оказывать вам пользу. Ну, я надеюсь, что эта информация будет вам полезна. Спасибо за просмотр. Приглашаю вас на канал. Приходите в гости. Загляните, у меня есть плейлист, который называется «Копилка полезных советов». Там вы найдете много советов, о которых, возможно, вам необходимы. Ну, всего вам хорошего я желаю. Будьте здоровы! Желаю вам натурального ухода и красивой кожи. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok